Всем привет! Рыбки-петушки считаются неприхотливыми и простыми в уходе, однако некоторые условия стоит соблюсти. Петушков можно содержать как в небольших, так и в крупных аквариумах. На одну особь требуется 5 литров воды. Если аквариум большой, то его можно разделить перегородками на несколько частей. В этом случае в одной емкости можно содержать одновременно нескольких самцов без ущерба для их здоровья. Перегородки делают из прозрачного нетоксичного материала с небольшими отверстиями для циркуляции воды. Рядом с ними лучше посадить высокие растения, чтобы загородить рыбкам обзор и сократить нежелательные встречи. Петушки способны довольно высоко выпрыгивать из воды, поэтому верх аквариума оборудуют сеткой или крышкой с отверстиями для прохождения воздуха. Оптимальная температура воды 24-28 градусов, однако понижение ее до 18 градусов петушки переносят довольно хорошо. Следует помнить, что длительное пребывание в слишком холодном аквариуме чревато для них заболеваниями. К качеству и составу воды петушки нетребовательны. Тем не менее лучше придерживаться таких рамок. Жесткость 4-15, кислотность 6-7. Обязательным условием является регулярная замена воды. Со дна нужно обязательно удалять все остатки корма. Петушок – это рыбка лабиринтовая, то есть она дышит не только жабрами, но и дополнительным специальным органом. В нем кровь насыщается воздухом, который рыба захватывает ртом. Поэтому аэрация для петушков не очень важна, а вот фильтр желательно установить. Он может быть небольшой мощности, так как эти рыбки не любят сильное течение. Еще важно, чтобы поверхность воды не была полностью заросшей растениями, чтобы петушок мог подняться на поверхность и захватить воздух. Для петушков вполне подойдет речной песок или гравий. Перед размещением в аквариуме его необходимо прокалить или промыть под струей горячей воды. В аквариуме с петушками можно использовать как искусственные, так и живые растения. При выборе искусственных растений особое внимание стоит обратить на отсутствие заостренных краев, о которые петушки могут повредить свои плавники. Однако живые растения все-таки лучше, так как они способствуют сохранению биологического равновесия в аквариуме. Они должны занимать не менее трети пространства. Петушки любят плавать между различными препятствиями, поэтому вполне уместны будут укрытия из камней и коряг. Главное, чтобы все декорации были без острых краев и безопасны в экологическом отношении. Нельзя устанавливать аквариум под прямыми солнечными лучами. Петушки в еде непривередливы и практически всеядны. Для них можно использовать живые, сухие и замороженные корма. Тем не менее большую часть рациона должен составлять живой корм – мотыль, трубочник, дафни и циклоп. Не откажутся петушки и от дождевых или плоских червей, улиток или зоопланктона. Кормят рыбок два раза в день. Пищи на один раз дают ровно столько, чтобы рыбы ее съели полностью за пять минут. Остатки сразу же нужно убрать. Перекармливать не рекомендуется, так как это может привести к ожирению рыбок. Хорошо раз в неделю устроить разгрузочный день. Всем спасибо за просмотр. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова